Привет, друзья! Сегодня мы собрались в честь такого благотворительного флешмоба, который устраивает Людмила Ильича. Я так понимаю, уже не первый год, далеко не первый. Уже около четырёх, а может быть и целых пять. И в этом году мне посчастливилось принять в нём участие. У меня тоже есть книжки, которые я хотела бы отдать, и, как правило, я устраиваю какие-то анхолы. И если вы давно на канале, то вы видели уже несколько таких. В этот раз мы отправим книги в библиотеку. Здесь у меня есть вот такой пакет, достаточно приличный с книжками. Сейчас я вам в очереди всех покажу. В описании к видео будет список полностью всех участников, которые участвуют также вот в этом благотворительном флешмобе. Там же будут ссылки, наверное, на библиотеки, которые нуждаются в книгах, и тоже вы со своей стороны можете их отправить. Вот, начнем мы сверху. Кстати, очень много книг, которые уже участвовали в не одном даже анхоле, но они до сих пор у меня, поэтому вот они, наконец-то, 100% найдут своего читателя, я так надеюсь, по крайней мере. Первая книга — это Клэр Мерле «Взгляд». На самом деле, эту книжку я показывала уже очень давно в своих видео. И говорила, что я хотела бы ее перечитать еще раз, потому что читала ее впервые лет, наверное, в 14, если не раньше. И у меня стали достаточно приятные впечатления от нее. Это такая антиутопия, фантастика, наверное, фэнтези, где девушка, живущая на одной части мира, хочет пробраться в другую. А весь он разделен как раз какой-то то ли стеной, то ли чем-то похожим, который отделяет условно там нищий класс от каких-то богатых, возвышенных людей. И как-то внутренних устройств отличается тоже. То есть как-то по крови, в общем, там какой-то интересный, наверное, сеттинг. Но перечитывать я решила все-таки не буду, потому что, скорее всего, впечатления мои будут совершенно отличаться от первых. Да и времени особо на перечитывание вот таких книг у меня пока что нет. Также я решила отдать триллер «Дот Хачисонс от бабочек». Эту книжку мы покупали вместе с мамой в книжном прямо магазине. И ее заинтересовала аннотация, ей показалось, что она мне понравится. Я ее читала. Конечно, это не какой-то восторг, не самая лучшая книга, прочитанная когда-либо точно. Но такой нормальный триллер, в принципе. Интересный, с достаточно интересным сеттингом, такой напряженный местами. Но перечитывать опять я решила не буду. Хотя до этого я считала, что книжку оставлю навсегда, наверное, просто из-за такой памяти приятной. Но понимаю, что смысла просто нет и найдется какой-то более нуждающийся в этом плане читатель. Дженнифер Уорф «Вызовите Акушерку». Эту книжку я очень сильно полюбила, когда прочитала. Одно время даже думала, что продолжу собирать эту серию, перечитаю первую книгу. Но понимаю, что, скорее всего, этого делать не буду. И, возможно, если мне очень захочется снова окунуться в эту историю, то просто переслушаю, возможно, в аудиоформате, продолжив читать продолжение именно в таком же виде. Потому что некоторые книжки до недавнего времени было практически не достать. Вот именно продолжение стоили они очень много. И я решила, что собирать не буду. И, в принципе, особого какого-то дикого желания перечитывать пока что я не испытываю. Поэтому, возможно, когда-нибудь просто послушаю аудио. Следующая книжка с такой интересной историей – это «Хенри Грун. Живи, давай жить другим». Эту книжку мне присылала Ксюша в рамках нашего с ней видео, когда мы отправляли друг другу книги. Она мне понравилась, показалась достаточно интересной, но не настолько, чтобы я ее перечитывала в дальнейшем. Поэтому очень буду рада, если у нее найдется тоже какой-то новый читатель, который оценит на все то, что в ней содержится. А это история сама по себе такого старичка, которому приелась его собственная жизнь, который жил просто по велению случая, скорее всего, идя на поводу у каких-то желаний других людей, не считаясь самим собой. И вот в какой-то момент времени решает, что пора все изменить. И меняет это определенным образом. Правда, по итогу, спойлер, ничего практически не меняется. Но все равно там определенный вид изменения в его жизни происходит. Нэн Тимитфорд в поисках любви. Это дубликат, поэтому я ее отдаю. Снежана мне ее прислала в рамках нашего вот с ней видео в прошлом году, когда она меня заставила это читать, когда мы шесть книг на протяжении года должны были друг друга отправить. И вот эта книжка у меня уже была к тому моменту, как она мне ее отправила, поэтому я ее отсылаю дальше, чтобы еще один читатель заинтересовался ей очень сильно. Кстати, я ее прочитала вот совсем недавно, и она мне очень сильно понравилась. Это вообще история, ну, можно, наверное, назвать ее семейной сагой, которая на самом деле очень похожа на аббатство Даунтон, похожа на хронику семьи Козеле, только в более сплющенном, что ли, формате. Если там у нас какая-то масштабная история, рассказывающая о многих семьях и о многих персонажах в этих семьях, то здесь у нас конкретная семья и больше даже конкретный персонаж, за которым мы следим. Но все равно, конечно, мы выхватываем какие-то подробности из жизни других людей. И тут также будет и мирное время, и начало войны, и то, как все люди здесь это переживают, и как многие из такого чопорного английского семейства именно среди детей разъезжаются по миру, кто по политическим причинам, кто просто потому что не может больше терпеть вот эту провинцию и хочет просто чего-то большего, хочет развиваться. Ну и, конечно, любовь здесь будет играть далеко не самое последнее место. В общем, интересная книжка, я не расскажу в прочитанном уже, но вот надеюсь, что найдется еще один читатель, который полюбит. Вот эта книжка у меня сложилась такое впечатление, что она вообще никому не нужна. Это Робин Слоун, круглосуточник книжный, мистер Пенумбре, я ее куда только не пихала. И в видео в анхолах она, по-моему, во всех участвовала. И на вид она у меня уже больше полугода точно лежит, и никто вообще ей не заинтересовался. Ее, конечно, откладывают вот в эти вызборные, но не заказывают, и вот так она и остается уже долгое время непрекаянной. Поэтому я надеюсь, наконец-то все-таки она своего читателя найдет. Эта история, я уже очень смутно на самом деле ее помню, но, по-моему, это какая-то очень камерная такая вещь, рассказывающая о юном мальчике, по-моему, или парня, который приходит в книжный магазин, по-моему, у того самого мистера Пенумбре, и там оказывается, что есть какие-то еще сектанты, какой-то там подземелье. Я очень смутно помню вообще всю эту книгу. Нотацию решила не перечитывать, но вот помню какие-то образы, которые она после себя оставляла. И это что-то такое интересное, загадочное, уютное. Но очень много не очень хороших отзывов на нее. Но я ее читала очень давно для того, чтобы... То есть достаточно давно для того, чтобы попытаться как-то ее оценить с точки зрения читательского опыта, опыта текущего. Поэтому, возможно, действительно в ней столько минусов, сколько они говорят. Но мне, на самом деле, на тот момент книжка понравилась. Какой-то вообще неожиданный лот сейчас будет. Это Борис Пастернак стихотворение и поэмы с 1925 по 1959 годы. Мне не очень понравилась тематика сама этих стихотворений. Они написаны очень хорошо. Но вот эта тематика русских полей, русских пейзажей, которым уделяется огромное количество времени, она мне не очень близка. И тут тоже война присутствует в очень большом количестве. И, опять же, она на фоне вот этих русских пейзажей. Поэтому меня немножко это как-то приплюснуло, что ли, я не знаю. И подумала, что перечитывать я эти стихотворения и поэмы точно не буду. Поэтому, возможно, что лучше, если кто-нибудь другой найдет какую-то свою прелесть во всем этом. Лот 18+, это прелесть. Здесь много авторов. Это графический роман, в основе которого лежит, по-моему, вирус, который при соприкосновении с человеком меняет его до неузнаваемости, делая из него, по-моему, какого-то урода. Я, конечно, могу ошибаться. То ли зомби, то ли, в общем, какого-то странного существа. Я уже ничего практически не помню из этого, но перечитывать точно не буду и собирать до конца не буду. Первый том у меня купили на Авито, а вот второй остался. Поэтому сам по себе он никого не интересует. Поэтому я надеюсь, что хотя бы в библиотеке найдутся люди, которые уже прочитали первый, но вот хотят получить еще информацию из второго. Ну и рисовка здесь достаточно интересная. И что мне понравилось, я помню, когда читала, что здесь в каждой главе рисовка другая. То есть авторы именно по графике отличаются. И последняя книжка, как это слишком быстро все прошло, это «Коктейли. Более 200 классических современных рецептов». Это энциклопедия просто реально коктейлей. Одно время я интересовалась всем, что тут содержится, и думала даже что-то готовить, но потом поняла, что намного проще найти рецепт какой-то в интернете, интересующий тебя. А вот эту книжку доставать, ну, банально было бы неудобно каждый раз. Здесь есть и безалкогольные коктейли, и алкогольные. Ну вот на Авито даже она никого не интересует тоже. Мне она просто неинтересна, и из-за принципа держать ее я тоже не хочу. Вот, поэтому, возможно, в библиотеке кто-то этим заинтересуется, не знаю. Но и оформлена она действительно очень прикольно, так дорого. Даже если убрать суперобложку, она будет смотреться очень элегантно. Надеюсь, что в скором времени уже смогу отправить эти книжки в выбранную библиотеку. Спасибо, что были со мной. До скорого.